Приветствую вас, и для более лучшего понимания ситуации, попробуйте ответить на следующие вопросы. До того, как произошло описываемое вами событие, были ли проблемы с общением, в общении с этим человеком? Замечали ли вы в поведении его что-то странное? Далее. Какие события непосредственно произошли перед тем, как человек закрылся у себя в квартире? Если никаких событий негативных, которые были бы вам известны, не случились, то без такой отснения. Если человека этого нельзя охарактеризовать как странного, то так же ничего периодного нет. Если этот человек не беспокоит вас, то ваша жизнь ничего не украдет. Вы можете сделать примерно следующее. Попробуйте обсудить соседками через дверь какие-то вещи. Протите ее о чем-нибудь. И если она будет говорить вам связно, понятно, осознанно, отдавая отсчет в том, что она говорит, то тогда, к сожалению, и участкового вызывать бесполезно, потому что запереться в своей квартире и никого не пускать – это право любого собственника жилоплощади. Это нужно будет понимать. Вы можете не переживать за свою жизнь, если вас это никак не касается. Но если начнет происходить что-то серьезное, соседка начнет как-то влиять на вас, на соседей, то вот тогда, как только она перенесет на вас сферу своей деятельности, включит вас в плоскость своих действий, вот тогда вы имеете полное право и беспокоиться, и обращаться к участковому, и как-то решать свои права. Но пока этот человек действует в рамках своих прав, никому плохого ничего не сделано, судя по всему, а значит и психологически у него, по крайней мере, явных серьезных нарушений не обнаружено. Дело в том, что даже если предположить, что у человека есть определенная фобия, или есть страх, это в принципе одно и то же, то это не могло не проявляться ранее. То есть, так или иначе, человек бы как-то дал бы вам понять, что с ним не все в порядке что-то. И если вы ничего страшного не замечали, тогда оставленный выбор человека. Если нет, и у вас есть основания полагать, что там действительно есть какие-то странности, то тогда лучше всего будет обратиться не к участковому даже, а в органы опеки и попечительства по месту вашего жительства. Там вам более полно и подробно объяснят, собственно говоря, что можно сделать. Потому что участковый, он придет, он задаст пару вопросов этой женщине, она его даже может впустить, а потом она ему на вопрос ответит, и он уйдет, и все останется как прежде. А органы опеки и попечительства как бы расскажут вам, что вы можете сделать, если нет основания полагать, что у соседки есть проблемы с психическим здоровьем. Но вам нужно обязательно иметь что-то в активе, то есть какие-то доказательства и ее ненормальному поведению. Само по себе то, что она уединилась, это может быть свидетельством сложной жизненной ситуации, кризиса и так далее, то есть в принципе нормально. Нормально это все может быть. Поэтому не торопитесь, а лучше посмотрите, как будет ситуация развиваться, и тогда уже принимайте решение по факту. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарна.